Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Frozen Wilds, и сейчас мы пойдем к художнице, которая обитает где-то сверху, на этой горе. Ух, не просто будет путь к ней найти, сейчас у Дониса, кстати, какой-то. Когда земля на могилах предтеч еще не успела осесть, а нас было мало, это она повела нас через ледяные пусты. Да, это мы уже слушали, вот, видимо, к ней проход. Секуле, по-моему, ее зовут. А, не, это не она. Небольшая подкормка, нифига. Хорошая подкормка, вы посмотрите, а. Нифига себе к ней лезть. Она хорошая скалолазка, между прочим. Не хухры-мухры. Видимо, ей нужен хороший вид, чтобы чувствовать вдохновение. Вот она сидит на краю пропасти. Ну, здравствуй, Секуле. Вау, как красиво сказано. То есть она осознает природу света, это круто. Из уст художника это звучит угнетающе. Ты мало общалась с художниками. Грани песни нужны новые истории. Я стерла со скалы ее прошлое и начну заново. Но мне нужны новые цвета. Новые пигменты. Каких еще не видели. Ты всегда была художницей? Я всегда рисовала. Но художницей стала, когда меня выгнали из банура. В бануре метки вечны. Краску кладут вдоль тех же линей. Тем же цветом. Вновь и вновь. В детстве я училась копируя их. С годами это стало вызывать во мне уныние. Как будто все мои банук заморожены внутри ледника. Мы выглядим живыми, но не движемся. Да, это ужасно копировать постоянно. То есть да, ей пигменты эти надо принести. Они у меня уже есть. Но еще не все. Аурея сказала бы с ней, друзья. Я рисую то, что чувствую. А не то, что было когда-то. Аурея поняла. Остальные нет. Меня бы изгнали, если бы она не убедила Ратака принять меня. А эти пигменты? Где мне их искать? По краям гейзеров и горячих источников собирается соль. На скалах растут кристаллы. Наскальные картины банук впечатляют, но... Ты спрашиваешь, что они значат? Это неверный вопрос, но... Я все же отвечу. Одни это призывы к машинам. Священные фигуры, как на корпусах и на дверях в котлы. Машины слышат эти призывы? Не знаю. Другие, как мои, призывы к племени. Своего рода вдохновение. Пророчество. Порой люди прислушиваются, если картина громкая. Ах, красиво сказано. Да, картина может быть громкой. Так, я могу две коробки получить. О, это идеально. И как все идеальное, это нужно развести водой или растереть в кашу. Так устроен мир. Все идеальное надо развести водой или растереть в кашу, интересно. Я постараюсь тебе помочь. Ищите, что поярче. Узреть дивные цвета среди снегов, камней или металла. Сама по себе награда. Но я тоже вознагражу. Воду показали картину, которую она нарисует с этими пигментами. Надеюсь, нечто подобное будет. Только хотел сказать, странно, что нету спуска быстрого. А вот он. Так, посмотрим коробки. У меня уже 9 страниц, офигеть. Ага, модификации. Ну, конечно же, самоцвет. Который уже не нужен. Ну, так. Из этой машины вышло много синего самоцвета. Так, и последний самоцвет у нас здесь находится. Это мы уже по дороге на задание. Возьмем. Глянем, что тут за задание такое. Кстати, жизни уже 800. Вот так вот. Когда земля на могилах предтеч еще не успела сесть, а нас было много... И на тут. Мы скованы законами, ты скован проводами. Поскольку ты повинен в убийстве, тебя должны изгнать. Прочь из зверака. Из теплого дома. Из наших песен. Мой вождь. Капилай. Я же твой лучший боец. Посмотри, этот зуб выбит твоей рукой. Сколько раз я вынимала тебя из пропасти за шкирку? Оправдывала твои выходки? Ты... Да. Ты мой любимец. Но шаман принял решение. Пока ты ждешь изгнания, думай о своих поступках. Испытание силой! Кто из банук откажется принять вызов чужака? Не я! Но ведь я же не убивал его, нет? Тише, тише. Свою историю ты поведаешь льду. Интересно. Сильный мужчина, редкость в этой игре. У тебя мантия Ратака? Теперь она моя. Жаль, я не видел поединок. Говорят, ты кого-то убил? Может и так. Раз даже вождь верит, значит так и есть. Меня такой подход не устраивает. Расскажешь, что случилось? Да, я подрался с тем Карха. Он бросил мне вызов. С этим я не спорю. Он был силен. И очень быстро. Обменялись ударами. Хорошими. И сильными. Следующее, что я помню. Серый утренний свет. И рядом тот Карха. С пробитым черепом. Но удар ему нанес не я. Хм. Элой Холм вступает в дело. А Верак не должен тебя поддерживать. Хотя бы дать тебе шанс оправдаться. Когда у Верака возникал с кем-то спор, звали меня. Защищать нашу честь в бою. Вот моя задача. Или бывает, надо проиграть. Ради приличия. Это я тоже умею. Чужака убили в бесчестном бою. И я стал позором. Весь мой Верак меня стыдится. Они не хотят ссоры с Карха, и ты будешь крайним. Мне не привыкать. Значит, все знают, что ты начал с ним драку? Конечно. За честь я готов драться. Не будь я связан, я бы и сейчас доказал свою правоту. Это вряд ли бы помогло. Все, что я умею. У каждого Вераки свой талант. Я дерусь. Я держу удар, как никто другой. Но не в этот раз. Я был так пьян. А этот Карха дал мне по ушам. Падая, я нанес последний удар. Но не смертельный же. Не может быть. А, так он все-таки нанес удар, да? Не, ну если это смертельный удар был, то это честный как бы удар, правильно? Потому что в бою все-таки. И в наказание они изгонят тебя из Верака? Из тепла. Отведут на склон Тучереза. И оставят там без одежды. Это ужасно? Если выживу, значит земля простила меня. Это закон. Ему надо следовать. И он ужасен. Я не дурак. Знаю, шансов немного. С горой не подерешься. Скажу честно, оправдаться тебе будет непросто. Это я уже слышал. Где была драка? На Прагалине. Она в двух шагах от лагеря Карха. Поговори с ними. Меня они не слушают. Мол, никого там не было, кроме меня и убитого. Наш шаман прочел знаки на снегу и подтвердил. Я схожу, посмотрю саму. Я еще вернусь. Я буду здесь. Что еще мне делать, пока Рок не возвестил о моем изгнании? А зрителей не было, да? То есть они уединяются и сражаются? Правосудие на границе, значит. Полетели прямо туда. Напрасно я думала, что король солнца Ават бездействует. Он с помощью своих шпионов вернул принца. А вот и Карха. Мне нравится Меридиан, но в деревне... Вернулась охотница? Меня попросили расследовать убийство вашего охотника. Что произошло? Все ясно, как день. Пьяный громил и затеял драку с Рувасом, ударил его со спины и забрал его шлем. Обвиняемый, говорит, он этого не делал. А от Бану к толку не добьешься, даже если они снизойдут до разговора. Они собираются, как складки на плаще, всякий раз, когда гибнет охотник. Не дали нам судить убийцу Руваса, как подобает. А как подобает? Набить его рот солью и оставить на несколько дней на суд солнца. Если оно сжалится, то заберет только зрение или рассудок. Прекрасно. Так значит, в этих краях уже погибали охотники Карха? Трое или четверо за несколько сезонов. Неудивительно. Эта земля карает даже тех, кто подготовлен. А многие юные аристократы не готовятся. Но, как правило, снег заметает все следы и тела так и не находит. От Бану к помощи нет. Они, по-вашему, причастны? Нет. Но если речь идет не об их племени, они и пальцем не пошевелят. На этой земле даже солнце не растопит все, чего коснется. Вижу, вы не особо доверяете Банук. У них есть весомые причины сторониться нас. Десять лет таких причин. Война, как всегда. Война кончилась. Мы загладили вину. Но нет. Земля же не забывает. Они говорят, снег и лед хранят память. Чтобы шрамы затянулись, нужно время. Ты думаешь, я этого не знаю? Нам мне до сих пор отметины от плетей за то, что ослушалась жреца. Мне было столько же, сколько тебе. Темные времена. Темные времена. Блин, все-таки как озвучено хорошо. Даже такие второстепенные задания. Все равно актеры играют. Вживаются в роли. Вот как надо. Вот все-таки что-что. А это сильная сторона игр именно Sony. Озвучка русская. Так, а шлема у него не было. Ведь это же ты спасла корону. То есть из-за шлема его могли убить. Это интересно. Вообще интересно задание такое. Интригующее. Ага. Кровь на снегу. Это здесь. Это и есть орудие убийства. Свернувшаяся человеческая кровь. Количество указывает на то, что рана была смертельной. Отверная ветка. Толстое основание. Местная порода дерева. Я что-то вижу. Фрагменты дерева. Опавшие листья. Мелкие ветки. Кусочки коры. Местная порода дерева. Здесь Руас упал. И правда похоже, что дрались только двое. Это не в пользу Иннатута. Оружие не пытались спрятать. Вопрос только, стал бы такой боец, как Иннатут, бить кого-то палкой по затылку? То есть палку прямо тут и кинули? И именно палкой ударили? Это очень странно. То есть палкой бьют тогда, когда нет другого оружия. Когда это случайно все происходит. То есть где-то быстро оторвал и ударил. Кто-то шел, увидел шлем, сломал палку, ударил по башке. Как-то странно это. С дерева содрали много листьев и горы. Когда отрывали сок? Нет. Когда на него лезли, они вышли из-за деревьев. То есть это гуки были. Надо залезть. Элли, давай-ка. А, не-не-не, не туда. А, собственно, зачем мне лезть сюда? То есть здесь сверху кто-то сидел, правильно? Следил за ними. Ага. Ага. Вот оно чё. Ага. Вот оно чё. И если моргну, то веки смёрзнется. Так, ну что, след нашли? Если вы ждали здесь, вам хорошо было видно и лагерь Карха, и про Галину. Следопыты лои свои не упустят. Да, хорошая точка. Всё равно не понимаю, почему ударили палкой. Это очень странно. Вроде как парсионал работал и ударил палкой. И кинул её там же. Зараза. Блин, не дают ударить. Я думал, расслаблюсь тут. Сколько же вас тут? Холера. Зараза. Как же сложно вот просто в глаз попасть. Смотри, не хватает урона одной стрелой. Даже на таком высоком уровне всё равно схватки у меня непростые выходят. Ну, может, это и неплохо, кстати. Что игра не становится прям такой лёгкой под конец. Тут его забрал вертолёт. Посмотрите, как красиво. Вау, сказка прямо. Зимняя. Прелесть. А звук какой? А? Да, молодцы, ребята. Кто-то замял следы. Леса. Отели никто не скроется. Ты смотри-ка, хатка. Блин, прикольно. Так таинственно. Что они хотят спрятать? Обожаю такие темы. Доспехи Карха. Дело плохо. Это озерамцы, наверное, да? Никогда не знаешь, когда пригодится. Так, где здесь пролезть? Кто-то есть! Нет, банук. Не банук. Значит, её не хватятся. Враг здесь. Блин, сразу воевать. Ну, сами напросились, ребята. А что если по людям стрелять? Что с этой штукой? А урон просто. Моё любимое оружие у них. Зараза, выжил. Крой. Коды. Я тебя замочу. Хорош. Анутай. Что же вы, ребята, втроём погибли? Из-за своей ненависти к Карха. Да, они вилялись частью тех самых шрамов, которые долго затягиваются. Поэтому найдётся применение. Я уже забыл, как выгодно людей убивать. Всегда лекарства в них. Рукол. Самое главное. Это вы убивали Карха? И за что? Чтобы отомстить? Кто решает, когда одному племени перестать ненавидеть другое? Я скажу. Не те, кто сражался. Не те, кто не успел допеть своих песен. Как мои родичи. Из-за вас другого банук обрекли на верную смерть. Как же его песня? А, значит, ты тут ради него? Ради тупого пьяницы и на тут. Сегодня судьба жестока. Они уже повели его на гору в изгнание. Посмотрим, кого холод заберёт первым. Блин, быстро так. Пора идти за инотутом. Но нужно ещё доказательства. Сейчас найдём. Блин, реально офигительное здание. Вот это побочка. Шлем нужен. Головы. Не, шлемы. А, потому что, чтобы рейтинг был нормальный детский у игры, вместо голов просто шлемы. А в Assassin's Creed головы. Вот так вот. Этот более новый. Наверное, это шлем Руваса. Головной убор Карха. Лакированный металл. Крашеный плюмаж. Надпись, высеченная глифами Карха. Солдат служит солнцу. И правда шлем Карха. Но это не оправдание. Они не забирали у жертв одежду? Ну, столько тащить. Достаточно шлема. Хорошо, хоть не уши срезали. Доспехи неутеплённые. Но если инотут голый на снегу, ему и такие сгодятся. А-а-а. Брошенное снаряжение Карха. Лёгкие доспехи, стёганный шёлк, металлические пластины, следы повреждений в результате износа и воздействия холода. Ладно, пора идти. Хотя бы утеплить его, да? Хотя у нас там столько брони всякой. Конечно, на Илое, но из всех можно сделать один нормальный доспех на мужика. Так, ну тут всё. О, и утро. Такое спокойное. Прелесть. Угу, там как раз зона неиспользованная. Ой, тут этот пёс. Волк. Как бы мимо него пройти. Кстати, у меня так мало лекарств осталось. Так, а тут что у нас? Ничего интересного. Я тут что-то собирал. Краски, наверное. И статуэтку, возможно. Делаю запасы. Сейчас коня вызовем. Кстати, тут иногда деревья корчуются, вылавываются прямо. Медведь такое делал. И баран этот мой тоже. Видимо, определённые деревья или в определённых моментах. Так, как тут проехали? А, не в ту сторону поехали. Ох, какое тут ущелье опасное. Воздух превращается в лёд ещё до того, как я... Погоди, погоди, птичка. Сейчас угощу тебя. Ну? Подходящее место, чтобы избавиться от кого-то навсегда. По замёрзшему водопаду не залезть. Может, сбоку попробовать? Ага. Что за звук? Музыка какая-то. Ну, зараза. Не двигайся! Будешь моим. Так, этого засранца гуляем. Зараза, и этот напал. У птиц просто безумная анимация. Ну, к ней привыкаешь там. Я давно не играл тогда в эту игру, когда только начал дополнение проходить. Совсем жутко было. Постепенно привыкаешь, более-менее. Негче становится. Опять этот звук. Интересно. Промёрз насквозь. Не знаю, что и думать. Это она про него? Он промёрз. И на тут. И на тут. И на здесь. Может, он нашёл укрытие? Только бы нашёл. Так переживают за него. За скалой. Вот он. Бедняк. Он сначала лут. Он сначала лут. Офигеть. Он даже не нашёл какую-нибудь, я не знаю, пещеру. Ты, Нора? Это правда ты? Или просто у меня мозги обледенели? Я нашла убийцу. Больше никто не должен погибнуть. Возьми. Боюсь, это уже не поможет. Всё там. Трепьё мёртвого карха. Мало я настрадался, что ли. Но спорить не буду. Мало сейчас просто одеться. Клянусь. Я видел своих предков. И они мне... Знаешь, ты нас не удивил. О, едыхи, они её согреют. Машины. Как удачно. Не задумывайся. Хороши канаты. Мой лут. Мой фраг. Я приложу все силы. Хорош. О-о-о-о. Ну всё. О-о-о. Задница. Попал, да? Так, один есть. А-а-а! Холера. Так, защита от Мороза. Вот. Вот что ему дать надо было. Защиту от Мороза, блин. Хорош. Они слабее, чем Волки Огни. Тебе вообще попал. Охренеть. Вот так вот. В кузяку тебе, дружок. Зараза. Чё-то хиленько. Зараза. Получай. Зараза. Тут вот задний-то улыбок. Я сдерживаться не буду. О, он влекает их. Прекрасно. Эх ты, скотина. Да, блин, дайте уже выстрелить. Преслер. Хренов. Хорош. А чё такой слабый урон в глазик-то? А, вот что надо было сделать. Ещё отбить броню. Вот это я забыл. Это помогает. И теперь можно к плечам лупить. Только попасть надо. Вот. Не останавливайся. Блин, и туда. Да, детка. Ух. Это было круто. Я начинаю кайф от боёвки получать. Слушайте, привыкаю к этим дёрганям. Всё нормально. Прям вообще прикольно. Он похож чем-то на костюм. Из кризиса. Не находите? Вот этот лук топовый, конечно. Офигительный. Обожаю его. Ну, канаты тоже помогли. Так, где второй мужик? Это я забираю. Так, ну что, он согрелся там? Вообще, огнедышащих тут не было. Как я надеялся. Вот волки бы его согрели. Вот это был бой. Всё, ты оправдан. Это другой банук убил охотника. Убил за то, что он карха. Знаешь, почему я полез с ним в драку? Он поставил под сомнение честь банук. Честь. Так я думал. Идём. Я тебя отведу. Как сойду с горы, я сам отыщу путь. Мне нужно... Да ладно! Подумать. Серьёзно! Замёрзший весь. И он ещё думать будет на этой пурге. Что за бред? Для меня это в новинку. Кто знает, что выйдет. Увидимся в городе. Ты уж не заблудись. Хорошо? Даю тебе слово. Блин, ну это тупо. Это уровень Assassin's Creed. Очень тупо. По закону банук, если она тут выживет, он прощён. Но я хочу доказать его вождю, что он был невиновен. Представляете, на такой пурге? Голый сидел. Ну дали ему эти шмотки карховские. И что, он теперь сразу согрелся? Что за бред? Ох, его срочно довести в тёплое место. И всё равно он лишится конечностей. Сколку кристаллов. Жаль, они больше не нужны. И на тут говорил правду. Вот шлем, украденный у убитого. Остальное найдёте во враге к северо-западу отсюда, вместе с телами убийц. Изгнание было полезно Инатуту, ведь он вызывал подозрения. Судьба рассудила нас. И если Инатут вернётся, он будет прощён. Вы что, шутите? Он говорит, зовись Верак, подруга Нора. Ты просто нелеп. Хочешь вернуться в мой Верак, веди себя как Банук. А как ведёт себя Банук, мой вождь? Как я, принявший вину за преступление, которого не совершал? Или как те, что хладнокровно убивали охотников Карха за неимисовершённые преступления? И вот что я думаю, что бы на мне ни было надето, я останусь Банук. Ради его же блага ему следует поменьше думать, подруга Нора. Я поговорю с ним, но не ради вас. Поменьше думать, значит, да? Пойдём поговорим с ним. Но это редкость, чтобы яркий персонаж именно парень был в этой игре. Я посмел ослушаться своего вождя, отвергнуть свой Верак. Как ощущения? Как будто мне дали поддых. Я бы мог просто пойти дальше, когда мой гнев растает. Я же останусь ни с чем. Куда мне идти? Ты можешь сам решить, что значит быть Банук. Сам, без внушений вождя и шамана. Останешься с Вераком или найдёшь другой. Мне проще даются решения вроде ударить сначала левой или правой рукой. Нет, ты силён не только кулаками. И это видно. Это вождь научила меня честности. Мол, Банук не должен быть коварным. Хватает того, что лёд коварен. Пусть сначала синяки сойдут. И я с ней поговорю. А что до тебя, подруга? Примешь мой подарок? Конечно, он не сравнится с великим даром, что ты дала мне. Но... Я польщена. Спасибо, Иннатут. Так, а что он там дал? Самоцвет. Три штуки. И коробочка какая-то. О! Ткань, костюм выжившего. Но у меня уже места нету, блин. Надо продавать хлам. Так, ну я на продавался. Что у нас дальше? Всё, в принципе, я сделал. Пойдём на основное задание. Эх, тут петушара. Пошли отсюда скорее. Ставлю на потом. Тихо, тут где-то пигмент последний. Надо найти уже. Скорее всего, он где-то здесь. В реке. Что такое? Ага. Всё, последний. Пигмент окалина. Прекрасно. Потом зайдём к художнице. Ну, прямо так хочет умереть уже. Вот. Блин, цвета так резко меняется. Хреново. Зараза, вышка. Блин, надо её захватить. Щит снова закротила. Отлично. Эти ублюдки тут. Так, по-тихому, да. Ассасин-стайл. Ой-ой-ой, там какие ребята ходят. Давай, скорее. Не дадут. Не, не дадут. Он, значит, серьёзные пушки. Так, интересно. Сейчас попробуем лук. Да. Или нет? Не действует, да? На них не действует. Где вы там? Нет, всё равно не действует. О, и тут попа совсем. О, и тут попа совсем. Отлетела. 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 Хорош. Я думаю, хватит ему. Даже лишние. Так, ещё один был. Невидимый. Я же не его вылечила. Нет. Я же его убила. Фух, это потно было. Ещё есть. Не трожь. Зараза, убил даже. Нифига себе. Ну, я думал, ударит. Ну, не знал, что убьёт прямо. Нифига себе. То есть, он несколько ударов сразу совершил. Окей. Вот это сурово. Хватит ему. Ещё один должен быть. Не, не хватило. Ты смотри. Нифига себе. Хоум рам. Вот это удар был. Есть чем гордиться. Ублюдок. Подходи, скотина. На этот раз я тебя гуляю. Мне нравится это оружие, знаете? То, что враг осознаёт свою участь. Он понимает, что всё уже. Убит. Не, выжил. Ублюдок. Да, эти ребята опасные. А, ну, кстати. У него-то защиты нету против отравления. Его можно было отравить, чтобы он... Чтобы на него нападали свои. Да. Вот, кстати. Об этом я не подумал. Разломал эту хренату. Так, ну ладно. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok